привет ребята давайте поговорим о дынях ветер плохая запись все все такое прочее в общем я хочу вам показать и рассказать но в принципе это будет ролик о дынях как таковых и о том что такое этот рынок и в принципе какие есть какие-то рубежи возможно на что выйти какие перспективы потому что я вижу что есть какие-то перспективы и они раскрылись в рамках моего огорода и там близлежащего поля но тем не менее это все функционально это все репродуктивно это все можно на больших масштабах плане эксперимента и чисто работы эксплуатировать и почему это не делается и какие механизмы за этим стоят на смотрите вот такая вот тема все как бы не просто и длительный возможно будет ролик вот это вот дынька меня налюбили суд вот я начну понемножечку разгоняться мне на любили сортом это должен был быть каджари милон такой замечательный а мне на любили это получается не каджари это получается вот такая вот замечательная штукенция по типу вот дыник с родины самсунга да такие вот они там дыньки которые растут как огурцы грубо говоря и не заморачиваются но это не просто такая дынька это немножко другая дынька такая это вот вот она восковая такая да в чем фишка в том что вот это вот дынька это уже гибрид скорее всего с мускатной дыней и он чуть побольше и он вот такой вот сеточку немножечко набирает сейчас я их поджег серой вы видите они чуть ли не мертвые и их жоп чертовой бабушки серой мне было скучно я знал что себя разжигает я разбавил один 10 и тем не менее жег вот эти вот живут получше вот они такие замечательные и здесь вот такой вот результат вот такой вот один на маленький кустик и у таких вот пару тройку четыре штучки тоже на маленький кустик то есть буквально с метра квадратного будет до десятка сможете собрать это я вам скажу так что это за место это место на котором не растут те которые растут на поле здесь у меня в этом году бесследно пропали исчезли около 10 новых сортов устойчивых по всем фронтам самое устойчивое самое раннее самое незаморачиваемый короче которые вообще без без проблем растут включая там 133 раннюю включая здесь вот в хорошем месте относительно росла скажем сладкоежка которая тоже без проблем растет но тем не менее они все погибли выжили какие вот это вот это расщеп f1 milone cantaloupe то есть milone crystal шарантайсик вот f1 тот который я отобрал тот который с действительно хороших семян которые f1 которые очень устойчивые растут в любых условиях то есть плати бабки за f1 и у тебя они вырастут они не будут болеть они не цепляют никакую болячку и относительно хорошо растут вот я из них от отбирал отбирал те которые морфологические ближе всего к прародителям лучшему да вот и как бы растут не болеют и вот они растут без рассады они вырастают без рассады дают урожай там где не растет ничего из ваших так называемых сортов опробованных там классических не классических новых устойчивых то есть это тупо эксклюзив который вот растет там где не растет ничего чего так получается ребят это же все бабки понимаете это все бабки вот раньше как бы некоторые сорта росли и давали хороший результат например какой-нибудь чарльстен грей был вкусный замечательный он и сейчас не болеет но если вы хотите хороший чарльстен грей арбуз арбуз то как бы вам придется покупать профессиональные семена потому что пересеянный он уже дает не тот результат то есть сейчас делают неустойчивые сорта зачем для того чтобы вы платили деньги то есть вы подсаживаетесь на иглу в любом случае или сорт или f1 но вы подсаживаетесь на сразу на две иголки на семена и на химию потому что все они требуют все-таки ну кроме некоторых дынь вот как мелон черентайс кристалл профессиональный французский он не требует химии просто посадил и забыл типа поливаешь и все вот такая вот дыня очень устойчивая по сравнению с арбузами она просто великолепно потому что даже арбузы проигрывает в этом плане вот понимаете то есть оказывается оказывается что вы как бы в рынке да этот рынок играет свою роль и она как бы такая двоякая те у кого есть мозг они сразу же поймут к чему я говорю это в общем вот такие вот дыни это это у нас шаранты классические вон уже там узорчик набирается маленький но они голенькие голая попа такая у них вот это французская черентайс классическая сортовая она без узора практически с минимальным узорчиком вот хорошие да красивые да практически никакого ухода они правда приболели здесь очень больная земля потому что здесь все болело много раз а то что на поле не болеет здесь болеет еще вот так кое-как они тут выживают на поле вполне себе вот этот шарантик он с поля то есть его семена я собрал на поле и он там не болел но он там вырос очень маленький причем почему потому что я высадил где-то пять упаковок этих шаранты и только один или два кустика дали плоды вот это вот с большего плода маленького маленького плода семена грубо говоря уже на третий год адаптации они уже раскачались селекции и адаптации они уже раскачиваются и дают результат то есть вот эти вот семена они уже могут приболеть если вдруг но вы одним буквально одной обработкой фунгицида вы можете скосить эту болячку и они дальше уже могут пойти дать урожай а на поле они в принципе могут и не болеть и хорошо себя чувствовать и грубо говоря с нескольких метров квадратных до 10 килограмм вы получаете то есть вот такая вот перспектива вполне причем вот это вот это это я повторюсь это не рассада это корешком посажена в землю до рана до накрыта стаканчиком они очень долго стрессовали потому что похолодание было сначала не было в прогнозе потом было ну в общем чему я говорю к тому что есть рынок да например раньше вот эти вот сорта они были более устойчивы в принципе стойки и и к болезням и стойки и генетически то есть они не вырождались так быстро сейчас это закладывается в структуру сорта если вы раньше покупали чарсон грейдом 20 лет назад или 30 лет назад не он вас родил из года в год можно было эти семена использовать то сейчас пару пересевов и все и вы это идете за новой дозой к проверенному производителю оригинальному то есть чем ближе ты так сказать держателю активов идешь покупаешь семена тем у тебя лучший результат а если ты хочешь соскочить и ты получаешь на букву г то же самое с ау-продюсер арбузом и многое другое это один вариант то есть когда тебя подсаживаю на семена и на химию или например только на семена да потому что их химии не надо на что очень хороший сорт вот че это такое Например, когда-то в каменно-угольный период не было даже грибков, которые разъедали бы древесину Ну не было таких ферментов, которые гидролизуют сильно быстро древесину Она просто накапливалась, накапливалась, накапливалась и сваливалась в отвалы Еще такие неровности были много в почве Потом это все прокатало основательно ледниковый период и получился уголь То есть, грубо говоря, органика накапливалась, а сейчас органика даже живая горит Не знаю, может это пороблено, то есть кто-то короноцитрус, например, сделал, а до этого сделал кто-то мучнистую росу такую замечательную И корневые гнили такие замечательные И все теперь сидят по, так сказать, по теплицам и употребляют химию, которая продается голландцами И употребляют семена, которые продаются голландцами, Штаты, Германии и все остальное То есть, возможно так, возможно так получается с двух сторон одновременно Возможно это одностороннее какое-то запланированное движение Я не знаю, ну то есть это как бы рынок, он имеет вот такие вот самостроенные течения Которые влияют на ситуацию и корректируют ее Потому что это рынок, а ты никто, а рынок все Ты просто кусок фекалий, а рынок просто тебя уничтожит Поэтому если ты захочешь купить тот старый Чарстон Грей, который был Ты его не купишь нигде, его уже просто нет Шаранты росла 300 лет в Европе, и никто вуз не дул Вы смотрите, там у меня 3, ну 2 хороших Шарантасика Почти что без ухода, с метра квадратного даже меньше Вот, грубо говоря, это не на поле Это вот он еще только-только идет в раскачку То есть мне здесь не выжил никакой другой сорт Повторюсь, никакой другой сорт Все остальное здесь, оно же все было просто сплошняком обсажено Засажено другими сортами, около десятка Все то, что у вас на полях растет Под химией, под капелькой, под всем остальным А иначе не растет Вот, с обновлением семян, иначе... А как, а как еще? Потому что сорта-то неустойчивые Вот, то есть, грубо говоря, рынок он взял свое, да F1 делают даже там, где они нафиг не нужны Например, Шаранты, да Нужен ли F1 для Черентайс или для Канталупы? Например, в Штатах, в Европе-то достаточно много Это я все, это все арбузики Вот я их лечил-лечил, по той же причине Достаточно много таких вот Без химии всевозможных бахчевых, да Вот Органическое земледелие и все остальное Достаточно много То есть этот тренд, он существует, как бы Его развивают Но, как бы, хочешь платить бабки Плати, хочешь себе замечательный там Какой-нибудь Какой-нибудь Zenfone с переворачивающейся камерой Просто дешево и серди так красиво сделано Плати за него в два раза дороже, чем он стоит на самом деле То есть, рынок, он как бы делает свою работу То есть, он из вас делает, как бы, ну, то, что, как бы, ему надо Ну, или то, что, ну, то есть, как бы, барыги, они, как бы, вот так вот себя ведут А вы вот так вот себя ведете А я, например, вот так вот себя веду У нас разные стратегии, разные подходы Разные желания Я, например, хочу вырастить что-то более-менее безопасное на своем участке Чтобы оно росло без проблем Потому что, зная, что это возможно, это принципиально мне интересно А остальное не очень интересно Вот И к чему я говорю? К тому, что, как бы, вот вы видите, да Два шарантасика 200 рублей килограмм На земле без обработок Почти что И у него перспектива, что вот засеете поле И он просто вот взойдет и будет расти просто тупо на поле Потому что на поле я выращивал без полива Они растут, ребят Ну, они растут Просто нужно понимать и знать Они растут без полива даже Вот То есть, можно ли вырастить его? Да Вот он уже, он уже начинает зреть Он уже начинает зреть Хотя он даже не с рассады посажен, ребят Можно вырастить, да, можно Можно ли его посеять ранней весной? Можно А можно ли зимой? А я вам скажу, что можно зимой Представляете? Вот можно зимой Вот где-то поближе к югу Где-то поближе к югу Украина, Россия Можно даже зимой Под зиму просто взять Переорать хорошо, глубоко Почву Раскидать семян адаптированных, понятное дело Хотя бы на пробном участке Посеять И вы увидите, что весной они замечательно взойдут В свое время И у вас будет урожай А может быть даже две волны Если это ближе к югу Понимаете, в чем фишка? Говорят, что если вы сеять под зиму Так культуры некоторые очень даже хорошо откликаются на это Вы знаете также, что есть Ну, если не знаете, можете погуглить Есть конкретные механизмы адаптации Которые на генетическом уровне Регулируются То есть на таком, на гормональном уровне Идут поправочки Буквально за 1-2 года Вносится поправка в то Каким фактором обитания Нужно иметь большую приспосабливаемость В растении То есть буквально 1-2 года И вы получаете отклик Ну, буквально с первого года Получаете отклик То есть это вот механизмы такие существуют Вот, то есть, пожалуйста И вот 300 лет Что такое шаранта? Почему я говорю шаранта? Почему я к ним привязался? Ну, потому что это апекс Нужен ли F1, если у тебя есть черентай с мелон? Ну, такая себе история F1, что такое F1? Его нужно продавать Правильно? Для того, чтобы продавать Его нужно возить У него должна быть лёжкость Лёжкость это что? Это всегда недозрелый продукт Это всегда продукт, который не способен вызревать в супер В супер вкусовые качества То есть он не сможет полностью отдать весь сахар Всю ароматику Что такое гурманские сорта? Типа шарантайсик Тот, который или там какой-нибудь еще там Какие-то каваньонские варианты Или какой-нибудь там Оген Или еще там какие-то некоторые варианты Очень ценимые Гурманами Это та вещь, которая вызревает на лозе Просто в изюминку Под 100% И она отдается максимально Раскрывается максимально В этот момент ты его срываешь И тогда это вот то Что не даст тебе никакой Ну, почти что, грубо говоря Не даст тебе никакой F1 Потому что F1, он всегда должен храниться долго А эти дыни дышат Они дышащие Особенно канталупы Особенно если с рисуночком ты хочешь Они всегда дышащие Поэтому это очень большой компромисс Понимаете? Это компромисс Я говорю о компромиссе техническом Не о рынковом компромиссе Там компромисса нет Там просто тебя заломали Отчпокали Забрали деньги И заставили пахать На где-то там На каких-то там Я не знаю Рудниках Ну там То есть там Там все очень просто А я говорю о Научном компромиссе О каких-то технических вариантах То есть Сугубо о науке А наука, вы знаете Она с рынком спорит Потому что рынок это рынок А наука это наука Это разные термины Понимаете? Вот к чему я говорю Так что То есть вы посмотрели ролик Вы можете посмотреть ролик о том Что у некоторых других блогеров Как они поднимают эту черентайс Покупают семенами Точно так же экспериментируют Она поднимается Она идет просто Потому что у нее потенциал Ни хрена себе У нее потенциал Ее 300 лет выращивали Еще, ребят Вы хотите загнобить ее полностью Не получится, ребят Это же не новый сорт Это старый сорт У нее есть потенциал Такие дела То есть Вот, например Та же история Вот это белое яйцо Белое яйцо Синенькие Баклажаны Белые баклажаны Очень-очень впечатлительны По отношению к корневым гнилям К черной ножке Здесь началась черная ножка Баклажанов Здесь погибали Даже купленная черная рассада Черных баклажанов Мне пришлось Смотрите, какой он сладкий Его муравьи жрут Выжирают муравьи Откусывают И выпивают сок С собаки Именно его Это белое яйцо Которое там Чуть ли не 500 лет В Европе выращивается Ну да Тут немножечко Может его подэфодинили И промолчали Чуть-чуть Но тем не менее Оно в основном растет Да, я его сжег нахрен Серой Но оно растет Оно уже дает урожай И даже Вот это вот Вот это вот С семенами посажено Просто в тепличку И вот это вот С семенами посажено В тепличку Ребят, вот это вот С семенами в тепличку посажено Если бы оно было не в тени Вот Это первые годы я семенами в тепличку посадил. И оно взошло. Обычная теплица, не в два слоя, ничего, а гроволокно. Вот. Короче, вот оно взошло, вот оно догоняет, нагоняет те, которые месяц под лампой, фитолампой стояли. Короче, прикол, да? Муравьи жрут и жрут. Поджирают, сволочи такие. Любят они его. Вкусный, сладкий. Так вот, он после адаптации нескольких лет, потому что я пару пачек купил, и из пару пачек я еле-еле вытянул два росточка, чтобы они выжили. Сначала все ел на песок, потому что все остальные сдохли. Потом с песка пересаживал землю аккуратненько. Только две штучки выросло. Две штучки выросло, такие куцы маленькие. Но, тем не менее, сейчас они растут практически все. Один вообще с корнями идеальными был. Один вообще был с идеальными корнями, как будто никакой корневой гнили здесь никогда не было. В стаканчике были корни просто белые, пушистые. Все просто супер. И только из пачки некоторые устойчивые были, менее черные, выросло по одному, по две штучки здесь. Затесалось, потому что они выросли в этом году. Вот там черный красавец. Один такой хороший куст. То есть, грубо говоря, эти семена, они как бы круче F1 в данном случае. Потому что F1, я не знаю, какой взять устойчивый к черной ножке. А эти уже устойчивые 100%. Они здесь будут расти, они будут расти тупо в теплице. И их можно даже безрассадным способом, вот так вот, грубо говоря, безрассадным выращивать. Понимаете? Это синенькие. Кто бы сказал, что синенькие можно выращивать безрассад. Да еще и белые, да еще и... Да, да их 300 лет выращивали, ребят. Более даже, чем 300. Наверное, 500 в роли лет. Или 400. Около того. В Европе. Это один из первых привозных. Он очень красивый, потому что... Он очень симпатичный, да. Потому что вот... Потому что он выращивался изначально, как игрушка. Декоративный. Но он вкусный и очень нежный и мягкий. Бибу, ну, почти то же самое, только более рослый. Но, опять же, я не смогу здесь его посадить. Он просто загнется. А с него семена не сберешь, потому что это F1. Они как бы вот... Эти корневые гнили меня подталкивают. К тому, чтобы я хакал всю эту историю. Понимаете? Весь этот рынок миллиардный хакал. Хак-хак. Хак-хак. Понимаете? Хожу и хакаю здесь. Как в общем. Понятно, да? Огурцы, ну, могут же расти. Могут. 646. Вот. Взяли и обманули насчет китайского... Насчет китайского болезнеустойчивого. Потому что это не болезнеустойчивый китайский. Это не сорт, это гибрид, причем расщеп. Понимаете? Сыпят в пачку, что попало. Но тем не менее, он болезнеустойчивый, да. И китайский вообще. А этот, судя по всему, скрещенный китайский с каким-нибудь болезнеустойчивым получился вполне себе. Но вот я с него тоже соберу. Не буду делать с него гибрид никакой. Потому что он уже расщеп гибрида. Томатики растут хорошо. Те, которые устойчивы. Таких сортов много есть. Да. Достаточно. А вот дыни и тыквы, и арбузы. Ну вот как бы не все. Неплохо растет и не болеет. Мускат де Прованс. Да, пожалуй, и все, по большому счету. И потимарон. Вот он. Ну и там еще очень хороший кустик. Тыквы. То есть тыквы, и арбузы. Ну вот я их подлечил. Мучился, конечно, блин, с ними. Ну они вот уходят в рост. Какие-то там дозариваются. И что я хочу сделать? Опять же. Ну опять же налюбить всю эту систему. У меня тут и земли нету. Она вся в фитофторе. Она вся в болячках. Но как это все сделать? Налюбить это все. Вот я сейчас замочил семена. Сейчас их буду по стаканчикам рассаживать. Скоро. Это и арбузы, и дыни. Причем дыни уже мои проверенные, классные. А арбузы Чарльстон Грей просто обычные. Посмотреть, чего оно растет, не растет. И как бы янусик хорошо. Он две волны дает и плодоносит. Вроде неплохо. И апельсин. И я буду делать, что буду делать. Вот там вот у меня есть деляночка, одна полосочка картошки, которая уже уходит скоро. Молодая картошка. Или как это там она? Быстро ранняя, в общем. Вот я ее выкопаю и посажу там мою рассадину. Привитую и такую. Привитую на то, на сё и такую тоже. И через месяц, чуть больше, выкопаю эту картошку. И пойдут плети сюда, плетись на картошку. И возможно до осени я получу результат. Но это для того, чтобы прикинуть, что можно сделать. Например, что можно сделать. Например, можно за два месяца до сбора картошки прорастить семена, сделать прививку. Эту прививку дорастить еще месяц на таких хороших стаканах. Замечательная такая, пустит такие усы замечательные. И высадить потом после сбора картошки. За два месяца до сбора картошки сделаете. И у вас освобождается вся вот эта вот территория. У вас тоже, наверное, какая-то есть территория под картошечку. Вот, но опять же, то есть блячки и то, как с ними бороться и какие-то компромиссы. У меня взял Чарльстон Грай, чисто чтобы он показал себя. На него же тоже можно прививать, кстати, ребята. Если у него корень хороший, пусть он плоды дает хреновые, но у него корень-то отличный, если он отличный, если он растет хорошо. Во всяком случае, говорят, он не очень хорошо, прям классно растет, если он куплен у перекупщиков, у третьих каких-то контор. Но тот, который продается у официальных производителей его, то как бы да, там как бы все очень хорошо. Ну и в принципе такие тоже могут неплохо расти. Да, будет хуже вкус, чуть хуже результат, но они вроде как неплохо. То есть, а корень там огромный, то есть на него можно прививать. Я дыню на дыню прививал, нормально, нормально. Чуть, правда, мелковатая она, но это еще. Вопрос с дыней. С дыней все сложнее. А у Чарль Санграи большой корень, так что он может, в принципе, потянуть. Поэтому вот такие вот как бы финты можно делать. И получать, ну в принципе, бахчу, если правильно ее сделать, на вот еще дополнительной территории. Вполне себе огромный такой, как для себя, вполне себе немаленькой территории. Типа, прощай сидираты, да здравствует бахча. Почему нет? В две волны сажают, сажают. Сажают традиционно, все растет, растет. Да, я все это пробивал, смотрел. Вроде да. Если через рассаду и так, как раз по срокам все замечательно. Просто все замечательно. Сейчас я немножко позже делаю, потому что я только отдуплился, что так можно сделать, придумал такую, придумку сделал. Ну вот, а вообще можно, то есть потенциал какой? На огороде, где даже нет места, таким макаром. Очень просто, смотрите прошлый ролик. В принципе, можно и так попробовать. Ну, вроде растет. Вот если посмотреть на прививку, то она растет. Наша прививочка, вот эта, которая не заболела, потому что там еще есть такие, чтобы много приболели. Вот, ну, он как бы что-то растет. Вот такой вот, видно, усик, что-то есть. Вот, так что, в принципе, если обкатать такую технологию, то можно, можно, наверное, можно. Вот, и что я хочу сделать, ребят? Я, конечно же, хотел бы получить гибрид сам. Между чем-то, что хорошо растет, и еще, что хорошо кушать. Тоже было бы неплохо. То есть, возможно, даже какую-то просто диковинку сделать. Сделать гибрид между, допустим, янусиком, который замечательно растет, но может приболеть. И каким-то, возможно, менее болезненным оранжевым арбузом. Возможно, это будет неплохой арбуз, этот апельсин. Вот, то есть, гибрид между ними сделать, да? И получается, что даже F1 получается много семян получится для одного человека. В принципе, это не очень-то затратно. Вот, арбузик скушал, семена подписал, все, у тебя есть куча гибрида. Чего-то с чем-то, да? Желтый с оранжевой. Желтый может дать то, что он сладкий, и то, что он в две волны. Оранжевый может дать, что он более, еще более устойчивый. Потому что там от двух разных прародителей, замечательных, диких. Новая дичь там включается в гены. Вот, и у человека может получиться. И он больше вырастает. То есть, есть там такие желтые, что прям гиганты. Вполне себе. Одни маленькие, другие прям гиганты. И вот этот вот апельсинчик, он вроде бы как ближе к гиганту. И белые у него семена, так что... Yellow Glow такой есть. Так что этот ближе к Yellow Glow, значит, он должен давать большие плети, большие корни. То есть, что-то из этого может получиться. Такое эдакое, вкусное, все такое интересное, тропическое, прикольное, сладкое. Разностороннее такое, многогранное, объемное такое, афодинистое такое, афодинистое. Может быть, может быть, да. А может быть, прям как мача. Это вот еще такой вариант, да. Но тот, кто не рискует, тот не пьет мочу. Ну, в общем, вы понимаете, да, что вот этим вот шарантасиками, которых там 3 штучки на метр дало, он даст, там только просто побеги слабенькие. Это только третий год. Он даст около 5 на квадратный метр килограмм. Вполне себе. Причем без каких-либо. Там нет ни навоза, ничего. Это просто вот земля. Причем хреновая земля с очень многими болячками. Причем дынными там болячками. Потому что я там много чего пытался высаживать, много чего болело. И огород здесь, я повторюсь, то, что растет отлично на поле, здесь просто загибается. Вот. Вот такой вот огород. Здесь завозная земля, там дальше вообще глина и такое. Оно сухое, оно больной грунт. С этим можно бороться, оно такое. В общем, ну, потенциал понятно, да. То есть поле засеял, вплоть до того, что на югах зимой можно попытаться засеять и экспериментировать, отбирать там и через восстановить эту традицию. Потому что одно дело покупать F1, а другое дело в разных участках, геолокациях заниматься селекцией. Например, той же Канталупы или той же Милон. И как бы результат там может быть, ну, грубо говоря, соизмеримый. Просто разные подходы. Вот. То есть семейноводство можно развивать. То, что эти институты здесь сейчас, они рухнули, это как бы не в плюс, ребята. Это в минус. Это в минус. Большой минус. Вот. Поэтому вот так. Поэтому подумайте над этим. Вам, возможно, и не нужны новые замечательные сорта для того, чтобы впихнуть их покупателю в виде семян. Вот. Заинтересовать, отвлечь внимание на себя. Новинкой, допустим. Он на Апексе. Это... Шаранты, это просто Апекс. Один из признанных лидеров по вкусу. Ну, вот как бы и все. То есть... Ну, вот, грубо говоря, да. Можно ли пойти таким путем? Думаю, да. Можно ли даже здесь засеять поле? В центральной, допустим, Украине или России части. Где-то сейчас. Да, я думаю, да. Ну, почему нет, если он уже начинает созревать. Ребята, он не с рассады высажен. А все остальное, ваши замечательные сорта, которые вы поднимаете на полях, они у меня сдохли. Их вообще нет. Может быть, с чего-то я там получу махонькую, там, какую-то горошинку, чтобы продлить этот путь и снова там что-то раскачать. Возможно, получится. А возможно, у вас хреновый сорт, неустойчивый. Он скатится к чертовой бабушке, к какой-то полусладкой хреновине. А черентайс, возможно, не скатится. Потому что можно поддерживать сорт. Поддерживать его. Вот этот вкусный получился куст. Просто офигенный. Из 10, из 20. Лучше всех растет. Нет никакого признака болезни. Год был хреновый, а он офигенно себе показал. Вкусный, зараза. Аж треснул немножечко один. И такой классный, перезревший. Вот так делали. Мы с него собираем урожай. С него нафиг, а остальные все в унитаз. Остальные в унитаз. Не на продажу, а в унитаз. И вот таким вот макаром взращивался этот черентайс. 300 лет его взращивали. Но пришли барыги, они нахрен его зарубили. Просто нахрен зарубили, потому что даже в Штатах его не выращивают. Потому что он по сравнению с Канталупой намного лучше себя ведет. Он просто ухаченный. Просто вот в кисель. Его убили просто. Вот о нем забыли. И его надо раскачивать. Он растет только на подвоях. Он растет только на химии. Его нужно раскачать, блин, годами раскачать. Но у него есть потенциал, потому что 300 лет его вскармливали. Точно так же, как у той вот белой White Egg. Есть потенциал. Он не вкусный, охрененный. Не хуже, чем тот Бибу. Но Бибу я уже здесь никогда не посажу, потому что черная ножка пришла. Понимаете, они сами себя перехитрили, эти ребята. Как обычно, как с Китаем бывает. Они хотели ездить на Китае всю жизнь, а у них не получилось всю жизнь. Только половинка жизни. А потом пришла непонятка. И вот здесь тоже приходит непонятка. Ты сажаешь их, сорта классные, а там корневые гнили. Ты заказываешь их F1, а там корневые гнили. И ты понимаешь, что они сами себя налюбили. Понимаешь? Поэтому сейчас самое время как-то попробовать поднимать вот эту вот селекцию. И вообще как бы понимание того, что такое этот рынок. Потому что сейчас как работает как бы голова у тех людей, которые ходят по этой земле. Ну я вот занимаюсь вот этой вот агрофирмой, и она вот продает вот эти вот, поставляет, даже не продает, продает плохое слово, поставляет нам, поставляет, а просто дарит нахрен. Вот эти вот семена. Вот такие вот сорта, вот такие вот и вот такие. И вот я вот продаю, я еще и в Ютубе про это рассказываю. И вот у меня еще вот растет. Вот этот хорош, вот этот не очень. А вот этот вот замечательный. Хорошо, заплати ему за семена Хорошо, заплати ему за фунгициды Хорошо, еще раз заплати ему за фунгициды Если ты не заплатишь ему за фунгициды Ты побежишь и заплатишь в 10 раз больше за фунгициды Ну вот, заплати за подкормку За то, за все Зачем? Жадность и барыжность Да, F1 красивая, замечательная, прекрасная Но кто сказал, что черентайс Созревшая Органическая канталупа Или черентайс хуже Да нет, они не хуже Вот, вот это и есть фишка Нетранспортабельная Скушай ты его нахрен Не надо его транспортировать, ты его скушай Потому что там нет нитратов Его не надо транспортировать Возить туда-сюда и всем показывать Какой он красивый Его можно кушать вместо завтрака Обеда и ужина Или вместе Потому что там нет нитратов Ты можешь кушать его, мать его, каждый день Жрать его вместо сала Вместо сала, жрать и все Если у тебя нет сахарного диабета А может быть даже с сахарным диабетом Кто знает, вот кто знает Потому что это разные вещи Съесть ваш арбуз и обосраться Или жрать не ваш арбуз и не обсираться Понимаете, вот просто разные Колоссально разные вещи Понимаешь, бегать по загону И подыхать, и дрочить других Или строить Я не знаю Строить дамбы Строить гэсы Строить все то, что уже здесь настроено То есть, вот разный подход Экономика делает Такие вот вещи с людьми С говном делает такие вот вещи Наполняет говно другим говном Понимаете Вот, а вот для того, чтобы это говно Вот, как-то Понимал эту ситуацию И имело варианты То вот как бы Можно образовываться Для себя Как-то Вычленять какие-то Понятия Вот И семеневодство Это не просто так И поймите, что Вот эта вот фитофтора Которая раньше не было И все росло Она, может быть, появилась Тоже не просто так А может просто так Я не знаю Это вот Или природа дальше пошла Или опять же Ее дальше погнали Потому что кому-то Очень выгодно Позакрывать огороды В США Запретить нахрен все Даже собирать Сточную воду То есть Дождевую Вот Запретить нафиг Чтобы все только ходили И вот Покупали у Монсанто Понимаешь Ну то есть А вы, мать вашу Вы просто проданные шкуры Ну то есть Грубо говоря Вы просрали свои институты Семеневодства Вы почему-то считаете Что это круче Ребята Ну не было это круче Никогда Потому что Здоровье Это здоровье Вкусные огурец Которые ты можешь жрать Каждый день Просто ужираться Или помидор Это вот Это вот органика Это органика Органика Это немного Компоста И куча химии Вообще не надо Никакого компоста Вон у меня растут И огурцы И томаты Вообще без перегноя Они вообще без перегноя Растут Нахрен Не надо никакой перегноя Никакими тоннами Вообще не надо Ну просто не надо То есть Может быть и надо Немного Но не везде Для мелон Вообще не надо Для мелон Не надо На арбузы И ничего там Не попадает Это самое Немножечко только Азотными И фосфорными Чуть-чуть По листу Там буквально Горсть Для того Чтобы было То есть То есть как бы Ну как бы это Я понимаю Что как бы Сейчас человек Это такое существо Которое бесплатно Двух слов не скажет Да Но зато за деньги Там Свою мамку сожрет Ну как бы Ну вы можете Жрать дальше Как бы Но Я к тому говорю Что Вот эта вот Фишка Вот эта вот Робота Который Вот работает Под какой-то конторой Вот покупает Вот эти вот семена Ну вот как бы К чему это привело К чему это скатилось К тому что Вот вся страна Работает Под какими-то Несколькими конторами Да Которые занимаются Семенами Ну Ну это не очень интересно Это не очень интересно Ну купи у них Блин Купи у них Синенькие Которые не болеют Черной ножкой Пойди у них купи Устойчивые гибриды Где я их Покажи У меня здесь Рассада покупная Подыхает Расскажи мне Где мне их купить Ага Они как бы Не могут Люди сейчас Не могут фильтровать Ни хрена В основной Своей массе То есть они просрали То это Советский Союз Не смогли поднять Потому что Те кто его строил Умерли просто Они просрали Вот Долбоебы Потому что они способны Вот и все Не смогли сделать Ни Китай Ни Союз Продолить Ничего Не смогли сделать Вот Поэтому вы как бы Легли Да Вы легли И вас страхают Вот И понимаешь И вот как бы Я знаю что там можно делать И в Арах И в Украине Но пока вас страхают И вы же понимаете Только тогда Когда вынимают А сейчас пока еще не вынули Понимаешь Вот Вот я и говорю Что вот как бы Мои замечательные идеи Маленькие идейки Которые вроде бы как Ну там для себя Арбузик вырастить Или что Упираются в какой-то Долбаный хер Которым вас всех имеют Долбоебов конченных Понимаете Вот То есть Я как бы Отдупляюсь Где я нахожусь На какой-то сраной планете Да Каких-то макак Долбаных Траханых Вот И это все накрывается Медным тазом Потому что Я то для себя могу А там собрать Какую-то команду И чтобы здесь Вот например В этом долбаном Жашкове Высеять поле Какими-то Канталупами Шарантасиками Ну шарантами Например Я же еще могу сделать Ф1 между Вот этой вот шарантой И той шарантой Которая вообще не болеет Расщепом А можно же сделать По-другому Можно же купить Пять Отличнейших Гибридов Шаранта Одну Обработать гормонами Чтобы она была Чисто мамкой И никогда Никакой папкой Чтобы ее все остальные Переопылили Потом из нее Вывести Вывести Сорт Который И не болеет И охрененно растет И все остальное То есть Собирает лучшее Потому что если Они в свои расщепы Делают так Чтобы Они в свои гибриды Делают так Чтобы расщеп был хреновый Чтобы у него нельзя было использовать То здесь эту систему Можно поломать Таким макаром То есть Один гибрид Скрестить с другим гибридом И их Гибридное свойство Уже поломается И можно будет Слепить Из нескольких шарант Одну охренную Она будет себя вести Еще лучше Чем обычные шаранты И не хуже Чем F1 Которые стоят Кучу бабок Не намного хуже То есть Вот так вот Можно поломать Нахрен это все Используя их Навыки в генетике Без понимания генетики Тупо на отборе И на вот таком вот Финте Это можно сделать Можно засеять поле Поближе к югу Можно засеять Нахрен даже весной Понимаешь Весной засеять Они взойдут Я пробовал Почему я с беленькими С синенькими Пробовал Баклажаны не взошли Я буду пробовать дальше Почему Потому что Если они взойдут То я смогу Действительно Попробовать на третий На второй год Выращивать их Безрассадным способом Они будут еще Более адаптированы Они будут еще Быстрее расти Потому что они уже Растут быстрее Они уже в два раза больше Чем в прошлом году В два раза больше И они продолжают расти Они вырастают в огромный куст Они вот щепятся 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 На каждом Междуузле Идет расщеп Вторая ветка выбрасывается То есть это большие Блин нафиг Растения понимаешь А в прошлом году Это была вот такая Откуция хреновина Вот такая Какая-то приболевшая Это я последние высаживал Она Уже была приболевшая И все Я с нее собрал Яичко Одно дно Одно Зато там была Горсть нафиг семян У обычных Вообще нету Семян Очень мало А тут нахрен Горсть Такая тяжелая Прям горсть семян Хотя У молодого яичка Вот такого И по боли Оно как бы Мягенькое Очень такое Вполне себе И семян Как бы вроде и как нету Вот Хотя здесь может быть Потому что это все-таки Может быть Ф1 И расщеп его Ну такой Не очень заметный Потому что они всегда Обманывают Вот Дело в том Что да Они обманывают Понятное дело Поэтому вот так Вот здесь была куча дынь Но Даже здесь Некоторые Могут давать Урожай И после того Как они Дадут Хоть какой-то Минимальный урожай Хоть какой-то Минимальный урожай Они потом Начинают расти Ну по-тически Везде А на Каком-нибудь Поле Так они растут Ну вообще Так как будто Ну вот Вот как будто Это Какая-нибудь Тыква Или как будто Это какой-нибудь Кабачок Ну только Чуть поменьше Размера Конечно же Но при этом И не болеет Ни хрена Потому что Кабачок Он заболеет Однозначно А это еще Мученистая Рассо не болеет Ребят У Канталупы У Канталупы И не так А вот Черентайса Вообще Мученистая Рассеустойчивость Такая Что мама Не горюй У этих Которые Ф1 Расщепы Так там И очень долго Это без всяких Обработок Вообще без Обработок То есть Это органическая Дыня Вот Органическая Дыня На поле В огромном Количестве Без каких-либо Проблем И это Может дать Семеневодство Это те Мать вашу Глиституты Которых у вас нет Там сидят Я знаю Кто там сидит Я работал с вашими Глиститутскими Глистами Вот Там сидят Просто На подсосе Усороса Убийцы Тупо убийцы Варьё Вот Так вот Я вам хочу сказать Что вы имеете То что имеете Не будете вы иметь Ни моих там Противораковых препаратов Вот Не будете вы иметь Ни вот таких вот Практиков замечательных Вы не будете поднимать Это будет делать Там поднимать Эту шарантасик Будут делать там Какие-то пионеры Там товарищи Которые сами для себя делают Вы так делать не будете Вам это не надо Вы это не понимаете Вам просто дают параган И вы побежите дальше Вот Пока что так Вот Понятное дело Что здесь очень много критики Какого-то Самохвальства Куча всяких сортов Все все делают Всех все растет У всех все растет Да ни хрена Ни у кого не растет Где здесь на поле Что-то растет Вон у меня на поле На поле растет Черентайс Где у тебя на поле Черентайс растет А ну-ка подскажи мне Где На юге А здесь А почему нет А нафига на юге Здесь офигенно он вырастает Офигенно Просто суперски А на поле Так вообще просто сказка Вот нафига Нафига С юга С нитратами его тащить Например Потому что вы же долбоебывая Не способны Ни хрена вырастить Вот Органического От вашего дерьма Только обосраться Приходится юранское покупать Да Потому что они могут Ну что вы безмыслые Сука Вы просрали все Нахрен Понимаешь Вот Вас просто трахают Этим Трахают Вы просто Лярвы Понимаешь Лярва И живая шваль Просто Понимаешь Собака тупая Понимаешь Бандиты Проститутки Попы И вся остальная херня Вот все Кто вас трахают И алкашня Вот все Вот все А что вы превратились Понимаешь Вот Ну все Пока Пока